Зарплаты украинских чиновников насмешили российских интернет-пользователей. Готовьтесь, Кабмин установил должностные оклады, и Петр Порошенко теперь получает всего 28 тысяч гривен. В рублях это 76 тысяч. Премьера Украины Гройсман значительно меньше, 54 тысячи рублей, министры по 40. К слову, такие невысокие показатели по всей Украине, средняя зарплата по стране чуть меньше 5 тысяч гривен, то есть 13 тысяч рублей. В России в два раза выше, но и цены тоже, конечно, побольше. Однако стоит отметить, что в итоге на Украине расслоение по доходам получается гораздо меньше, чем в России. У нас обычный человек получает в среднем в 10 раз меньше высокопоставленного чиновника, а вот у соседей разница лишь троекратная. Такие странные доходы украинских чиновников предлагаю обсудить прямо сейчас с гендиректором Центра политической информации Алексеем Мухиным. Алексей Алексеевич, приветствую вас. Ну, 76 тысяч рублей. Интересно, на что их Порошенко тратит? Может, пофантазируем? Ну, это на конфеты, знаете, президенту. Извините за такую метафору. Дело в том, что Петр Порошенко пытается играть с народом, играть в популизм. И устанавливая себе и своим коллегам такие низкие зарплаты, он пытается быть ближе к народу. Но понятно, что здесь дьявол в деталях, и судя по даже его декларации за минувший год, можно увидеть, что состояние свое он нарастил капитальным образом. Хорошим примером здесь также является Арсений Яценюк, который недавно покинул пост премьер-министра, отпраздновав незадолго до этого, неформально, правда, свой первый долларовый миллиард. Так что о реальных доходах украинских чиновников мы можем судить по этим примерам, а никак не по их официально скромным зарплатам. Но это заявление выглядит как лицемерие, да простит меня Петр Порошенко, как насмешка какая-то над жителями Украины. Но зачем так обманывать? Знаете, есть такое выражение, по форме все правильно, а по сути сплошное издевательство. Вот мне кажется, что мы как раз имеем дело с таким феноменом. Я обращу ваше внимание, что в 90-х годах в России чиновники получали тоже не очень много, официальная их зарплата была гораздо меньше. И это лишь доказывало и увеличивало разрыв, выводило их, что называется, в тень. И доказывало, увеличивало убеждение в народе, что эти чиновники являются, ну, прямо скажем, не очень чистоплотными. Вот я думаю, что такие игры Порошенко и его команду приведут именно в такие дали. Но, смотрите, получается, он не договаривает. Действительно, оклад у него 76 тысяч рублей, про остальные активы просто молчит. Но жители-то страны, они же, ну что, проглотят просто так вот это все? Ну, судя по характеру той власти, которая установилась на Украине, по засилью спецслужб СБУ и, ну, довольно циничному отношению к населению, проглотят, да, как в 90-х годах в России проглатывали и не такое, что называется. Ну, что ж, посмотрим. Спасибо вам большое, Алексей Алексеевич. С нами был Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Обсудили зарплату Порошенко. Напомню, у него действительно оклад 76 тысяч рублей. Но предлагаю нам представить, на что же он может их потратить. Субтитры подогнал «Симон»